Город должен немедленно сменить свой облик, решили нефтьюганские власти и принялись за дело. Первыми под раздачу попали гаражи. Железные коробки зачастую стояли возле домов и гармонировать с общей застройкой упорно не желали. Летом 97-го они стали исчезать. Хозяева глядели и с умением чесали в затылки. На носу было 30-летие нефтьюганска. К празднику город приводили в порядок, работы велись масштабные. Движется к совершению работы по обустройству территории больничного городка. Общая площадь 3000 квадратных метров. Отремонтированы дороги и тротуары. В 12-м районе то же самое. Силами ЖУ-7 восстанавливается асфальтовое покрытие, монтируется ограждение, ликвидируются уже родные лужи. Любовь к родному городу предлагалось выразить в стихах, песнях или прозе. Конкурс, посвященный юбилею нефтьюганска, вовсю освещало местное телевидение. Участие в нем приняли все. Большей частью школьники и пенсионеры. Нефтьюганск мой, я люблю тебя нежно. Уголок, где вся юность прошла, где друзей я нашла, потеряла, где любовь в мою дверь не вошла. Труды по наведению лоск на дома горожан не всегда проходили гладко. Однажды прохожие заметили, откуда-то сверху летят горы шифера. Причем ограждения, положенного по технике безопасности для таких работ, замечено не было. Непорядок решили нефтьюганцы и позвонили на ТВ. Журналисты приехали и разобрались, в чем тут дело. Работу ведет РСУ-1. Рабочие наемные, вероятно, из какой-то Южной республики. Путаясь в русском, объяснили, что ограждение, дескать, было, только его не стало под градом шифера. Да и человек был, который якобы прохожек об опасности предупреждал. Летом в Нефтьюганске появилась новая школа в 11-м Б микрорайоне. В 1997 году за парты впервые планировали сесть 2000 ребятишек, больше, чем обычно. Так что учебное учреждение оказалось очень кстати. Эта школа будет не только образовательным центром, но и культурным. Прекрасные актовые спортивные залы позволят детям не спешить домой по окончанию уроков. А вот хлебозавод переживал не лучшие времена. В 90-е в городе расплодилось множество хлебопекарен, и конкуренция образовалась нешуточная. Пришлось потесниться с рынка, сократить производство и даже уволить часть рабочих. И все-таки булочки, бублики и батоны по-прежнему выпускались в промышленных масштабах. Мечтали даже поставить дело на европейский манер. Житель Тюменского севера, как любой житель Европы, должен иметь право начать свой день со свежего круассана или хрустящего французского батона. Пустите! Пустите Дуньку в Европу! Летом 97-го активизировались угонщики автомобилей. За одну только неделю злодеи совершили 15 преступлений. Разбивали окно или подбирали ключи. И ищи ветра в поле. Гражданам было обидно. Доверность на машине. Водительское право творчество. Зачем же вы оставляете? Забыл. Еще одним объектом преступных посягательств стали продукты и алкоголь. Мелочь, конечно, а неприятно. Подобные события в воскресенье. Кто-то разбил стекло в киоске и похитил все съедобное. В Пойковском с одного из предприятий общественного питания фирмы «Юганка» унесли спиртные напитки. А из киоска хлебозавода в четвертом микрорайоне украли кассовый аппарат, а вместе с ним унесли и продукты. Нефтьюганские пенсионеры темными делами не занимались. В те годы они предпочитали отдыхать на реке, кататься с ветерком на катере, петь песни и танцевать. Порой дедушки и бабушки устраивали такой расколбас, до сих пор смотреть приятно. Андрей Валикжанин, Минталком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok